Молдфутбол.ком Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. У меня такой принцип, и у Федерации Футбола, что пока человек живой и имеет контракт с Федерацией Футбола Молдовы, Федерация Футбола и президент, и любой член исполкома не ведут переговоры с каким-либо тренером. Если взять работу Федерации Футбола, мы сделали очень большой шаг вперед. Потому что мы в этом году установили 23 мини-полей, и, как я говорил, 3 футбольных полей больше. Мы дали в эксплуатацию гостиницу «Вады-Лу-Вады», где сейчас могут не 2, а 4 команды находиться. Что касается спортивного, если касается нашей страны, то мы не можем сказать, что мы сделали шаг назад. Мы идем вперед по нашим оценкам. Если выступление на международной арене, то, конечно же, мы сделали шаг назад. Во-первых, все 4 команды у нас выбыли с первого тура, такого не было где-то 12 лет у нас. Если брать рейтинг, да, мы были несколько лет назад даже на 37-м месте, да? Но мы знали свои силы, что это не наше место. Мы же были выше таких стран, как Босния, как там чуть ли не Румыния, но мы же знали, что это не так. И сейчас это место тоже не наше место. Мы должны быть выше, это не наше. Мы понимаем, ну, где-то в сотне мы должны быть, должны быть. И здесь сравнивать рейтинги и так далее, это невозможно. Единственное, что действительно футболисты играют на поле, действительно у нас дефицит хороших футболистов. У нас в чемпионате 2 команды оторвались вперед, 2 команды, и говорю о даче и шерифе. Но сказать, да, в очках вроде дистанция большая, но сказать, что между ними и там остальными командами, которые играют в национальной дивизии, сказать, что какая-то разница очень большая. И идти на матч, когда играет дача там с кем-то или шериф с кем-то, и заранее сказать, что шериф выиграет или дача выиграет, нельзя такого сказать. Я не хочу, я не могу сказать, что он прогрессировал, но хотим мы, не хотим, он идет вперед. То, что вчера было уже старое, идет вперед. Так, чтобы сказать, что прогрессировал. Прогресс это тогда, когда появляются новые игроки. Мы их не видим, этих игроков. Не видим, как каждый год кто-то появлялся. В юношах, каждый год, каждый год в юношах, когда кто-то был, то Суворов, то Пацула был, потом. Но по одному было. Нет таких ярких индивидуальностей, понимаете, футболистов, как Куртиян, как Ребежа, как Спиридон и так далее. Не появляется в последнее время. Я думаю, что виноват молдавский народ. Потому что эти люди должны родиться. И футбол научить стать Месси никто не научит. Это самородок. Месси обыграл команду Реал в Суперкубок, вышел на поле сразу после отпуска. У нас такого никто. У нас нужно полторы-два месяца, чтобы прошел подготовительный период. Пока не будет индивидуальности, которой у нас нет. Футбола не будет. Это нашу жизнь. Мы не можем сделать эти 20 лет, наши страны, которые делают наши страны, как их страны, страны, которые у них 100 лет. Но мы хотим сейчас это. И мы как? Мы играем, мы боремся и хотим, чтобы мы находимся где-то на нашу жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok